Карагандинский шахтер Карагандинцы все же увидели свою команду на родном стадионе. До этого из-за неготовности поля болельщики были вынуждены путешествовать за командой сначала в Астану, а потом и в Тимиртау. Однако работникам стадиона, видимо, двух месяцев оказалось мало. Отзывы о газоне у футболистов и тренеров были не самые приятные. Оно безобразное. Ни одного ровного места полем назвать нельзя, скорее клумбой можно это все назвать. И на этом поле все время гостям будет легче. Первый тайм у горняков явно не выдался. Уральцы, подгоняемые своими фанатами, которые, к слову, чтобы приехать в Караганду и поболеть за своих, провели 30 часов в поезде уже на третьей минуте. Открыли счет. Пас Вячеслава Эрбиса замкнул Игорь Зинкович. Шахтеру, чтобы отыграться, понадобилось 20 минут. Андрей Финоченко прострелил слева и Жамбил Кукеев ударом головой счет сравнивает. А этот момент еще долго будут обсуждать специалисты от футбола. За игру рукой в собственно штрафной Урале Сьянка Валканов получает желтую карточку. Судья назначает пенальти, однако футболисты Акжиика с этим не согласны. Небольшая потасовка и у мяча Жамбил Кукеев. Как можно про эту игру говорить, если нас просто убили, все в одну сторону. Так лучше не играть, до игры уже все было известно. А вот когда пенальти был с рукой, там же не было руки, там в голову мяч попал. Я не знаю, что там делают. Если нас уже изначально сказали, что мы проиграем, то смысл тогда приезжать вообще. Я в шоке судейства Казахстана. Тем не менее, горняки на этом не остановились. Атаки ворот уральцев не прекращались вплоть до последней минуты. Уже в добавленное время Гедеминос Вичус отворил футбольный шедевр. Полузащитник Шехтера установил окончательный счет игры 3-1. Матч очень тяжелый был, так как мы пропустили быстрый гол, тяжело было отыгрываться. Но благодаря стадиону, благодаря Караганде, благодаря болельщикам мы сумели выиграть сегодня и подарить им победу. Страсти по назначенному судьей пенальти не улеглись и на послематчевой пресс-конференции. Тренер гостей Чех Йозеф Шкарлик назвал победу Шахтера нечестной. Однако объяснить, почему отказался. Коротко скажу, на этот матч я не могу найти слова. Но проиграли. Я сейчас увидел, какой футбол играется в Казахстане. Это все, что я могу сказать. Игра рукой уже была. Вы видели, что с такой позиции игра. Но никто же не отменял. Там дальше наш игрок стоял. Если бы он не сыграл рукой, мяч бы дальше проходил. Они забили гол, имели еще шансы, не забили. Не судя же им запрещал забивать. Эта победа позволила Шахтеру подняться на второе место в турнирной таблице. Следующую игру подопечные Виктора Кумыкова проведут на выезде. В воскресенье, 20 мая, чемпионов Казахстана будет экзаменовать Сенукар из Каскелена. Виталий Несибаев, Курбан Салимбаев, Роман Копылов, Казахстан, Караганды.